Следов вытекания ядовитых веществ визуально не выявлено. Запахов не ощущается, внешних повреждений нет. На Камчатке произвели осмотр Козельского полигона. Об этом журналистам рассказал глава региона Владимир Солодов. По его словам, осмотр полигона координирует природоохранная прокуратура края. На всех точках забора проб и проведения анализов работают представители Следственного комитета и Росприроднадзора во главе с его руководителем Светланой Родионовой. Подробно изучен Козельский полигон ядохимикатов. Вчера туда выезжала расширенная группа контролирующих органов. Был осуществлен визуальный осмотр, а также взяты пробы и воды из грунтовых вод и грунта. Осмотрели Козельский полигон также с воздуха. Визуально никаких признаков разлива ядохимикатов нет, но мы, конечно, будем пристально смотреть за этим объектом. Я хочу сказать, что, конечно, его состояние, то, что он относится к бесхозяинам, то, что нет ответственности за него, абсолютно неприемлемо. И я хочу поблагодарить Светлану Геннадьевну за поддержку по этому вопросу, что нам нужно здесь наводить порядок. И безотносительно того, на чьих землях она находится и каким образом он образовался, а это 70-е годы XX века, нам нужно иметь четкий алгоритм, как мы дальше с ними работаем и обеспечиваем, чтобы он не представлял угрозу для жизни и здоровья граждан и для состояния нашей природы. Козельский полигон ядохимикатов рассматривается как наиболее очевидный источник загрязнения Тихого океана. Но доказать это или опровергнуть еще предстоит. После того, как на побережье Тихого океана, на Халактырском пляже мы увидели эту желтую пену, вначале, да, там существовала версия какая-то про военных, потому что не так давно там проводились различные учения, потом мы нашли параван, это своеобразный подводный дрон для использования на минных тратчиков, мы его нашли прямо на берегу, он валялся в этой пене. Вначале, то есть, как бы мы в принципе склонялись, да, к версии о том, что это возможно военные, но потом, когда появились снимки Роскосмоса, появились снимки космических спутников, которые предоставил Гринпис, было видно, что в районе реки Мутнушки, которая как раз протекает в районе этого полигона Козельский, вода имеет характерный желто-зеленый цвет. Собственно, такой же цвет мы сегодня буквально наблюдали на побережье Халактырского пляжа. Опять прошел шторм, опять прошли дожди и опять возникла вот эта вот желтая пена. Отметим, что несколько лет назад на Камчатке уже поднимался вопрос об опасности полигона. Про могильники в районе Козельского вулкана мне известно с 2002 года. Я тогда работала в местной газете «Вести» в Петропавловске-Камчатском. И я как раз-таки освещала тему захоронения под Козельским вулканом могильника ядохимикатов и пестицидов. Насколько тогда мне удалось узнать из интервью с заместителем руководителя управления природных ресурсов Александра Иванова, о том, что данный полигон уже на тот момент, в 2002 году, представлял опасность. Потому как он не охранялся должным образом. Существовала возможность утечки с этого полигона каких-то ядохимикатов. И тогда уже говорилось о том, что некуда захоранивать другие отходы, которые есть на сельскохозяйственных предприятиях. Поскольку в интервью мне тогда было отмечено, что именно сельскохозяйственные предприятия отдавали туда эти отходы. Опасные яды, химикаты, пестициды, которыми обеззараживались почвы, ну и использовались в других назначениях сельскохозяйственной отрасли. Тогда эта проблема уже стояла остро, и вот сейчас, видимо, она опять возобновилась. Добавим, что результаты проб с Козельского полигона от Росприроднадзора еще не готовы. Анализы по воде предположительно должны быть 9 октября, а по грунту – через две недели.